здравствуйте дорогие друзья подписчики канала пластинка тв полюбуйтесь пока немножко на замечательную красивую живописную табуретку и я вам скажу пару слов об этом видео это видео открывает новый плейлист на моем канале который посвящен одному из моих таких достаточно горячих и любимых увлечений это радиоэлектроника и радиолюбительство так что я буду рассказывать в этих видео о том что я паяю как паяю как делать те или иные вещи в домашних условиях так что я думаю что многим возможно этот цикл видео будет интересен также я планирую еще некоторые видео по теоретической основе поскольку видео практических на ютубе я видел много а понимание самого процесса собственно что происходит в тех или иных схемах конструкциях об этом говорят гораздо реже и меньше поэтому мне кажется что это тоже будет интересным ну а начать я решил с анбоксинга традиционный для ютуба анбоксинг и кстати если обратить внимание в этом видео я тестирую новый микрофон не знаю как качество записи но надеюсь что хорошо в общем пришел полу вот такой по улице вон видите какой здоровенный желтый из китая пришел он мне даже не почты россии как обычно приходят всякие маленькие посылочки а пришел он службы доставкой с п с р по он как так она называется никонка расшифровывается в общем служба экспресс доставки который достаточно много пунктов выдачи и по городам россии в москве тоже их завались в общем удобно можно найти вариант рядом с домом чтобы по дороге забрать без проблем плюсами есть еще и смс-информирование но в общем любом случае такой доставкой я пользовался первый раз заказывал первый раз прошло все достаточно гладко и без проблем не знаю если у вас есть какой-то другой опыт то есть доставки этой службы то можете написать об этом в комментариях ну вот вот это паузище мы сейчас с вами вскроем я уже знаю что там должно быть поскольку заказывал на достаточно приличную сумму там паяльная станция незаменимая вещь для любого радиолюбителя конечно может можно пользоваться всегда и обыкновенным паяльником типа вот как у меня здесь есть сейчас покажу ну типа вот такого вот паяльника да но он тоже может быть можете сказать что не самая обычная интенс можно припаять практически все что угодно но здесь есть еще дополнительный плюс здесь есть паяльный фен так что мы попробуем и если эти компоненты с вами попаять я этим ни разу никогда не занимался к сожалению не умеет это делать но решил что хватит это терпеть надо менять подход и учиться работать с современными платами всякими айфонами прочей ерундой ну что приступим к вскрытию вскрытие это она всегда покажет конечно да он ручка такая знать но он баулище в общем огроменный упаковано все плотно никаких разрывов упаковки я нигде не вижу кстати сразу скажу что дошло примерно за дней наверно 12 но где-то так до москвы до москвы 12-14 ну то есть около двух недель чуть меньше двух недель это достаточно быстро при том что минимальный срок доставки на алиэкспресс был указан 15 дней вот ну что давайте вскроем посмотрим тут еще продавец обещал доложить бонусы к заказу расходники ну то есть там припой всякие всякие плюс и так далее вот сейчас и посмотрим если тут это все на самом деле ссылочку на товар я оставлю в описании на того продавца у которого я покупал первый раз заказывал с алиэкспрессом на достаточно большую сумму ну как большую в принципе в принципе это сколько там там 120 долларов то есть по ну меркам до кризисным то есть до повышения курса рубля это в принципе не очень большая сумма ну то есть сколько там ну типа три с половиной где-то там 4000 рублей было бы сейчас тоже гораздо серьезнее сейчас это около семи или там шести с половиной что ли стоило доставка включена естественно стоимость как бы пишет как бесплатная доставка но на самом деле она просто по сути включена в стоимость товара я сравнивал по другим продавцам у которых она не бесплатно ну вот так что давайте вскроем я даже не знаю с какой стороны к ним подступиться и здесь все скотчем заклеены ну поехали да упаковали реально качественно посмотрите только сколько здесь вон уплотнителя вон какое большое количество а и внутри вот уже проглядывает просто картонная коробка я вот вижу уже с этой стороны так что все теперь понятно как это вскрывать пара продолжаем вот такая красивая аккуратненькая огромная коробочка естественно с иероглифами и сам декомпоненты как раз чтобы паять заклеены скотчиком коробка как вы видите ну практически не помялась вот здесь вот только смотрите или явно конечно при пересылке вон толпанули вот с этого угла ну я надеюсь что внутри все цело все давайте продолжать вскрытие о ну что ж вот она красота вся красота у нас внутри открываем просто мне кажется мечта любого радиолюбителя самодельщика здесь какая-то инструкция у нас встречает естественно все на китайском так что мы здесь ничего не поймем а нет вот что-то на английском просто предупреждение а нет вот тут расписано что ты по-английски так что нет ребят поймем и все спецификация вся ну то есть характеристики на английском тоже все хорошо значит читабельно так понятно инструкцию подключения окей смотрим что у нас тут есть далее сейчас я камеру немного подвину вот так вроде должно быть получше так кисточка какая-то маленькая не знаю для чего то ли платы протирать от флюса промывать то ли еще для чего не знаю так мне даже не знаю некуда положить я могу на стол рядом с рекордером положить вот сюда вот как-то хотелось бы чтобы все в кадре было ладно пока отложу в сторону могу ничего придумать получше смотрим далее что тут за штучки есть штучки здесь какие-то супер классные какой-то штатив держатель а я знаю для чего этот штатив на картинке к товару это был держатель для паяльного фена как раз я почему именно эту модель выбрал поскольку тут можно фен как раз воткнуть и зафиксировать на одном расстоянии это достаточно удобно дает держатель ему очевидно еще какой-то крепеж я вот так вот внутри опять засуну чтобы не забыть что это от него так здесь у нас что это что-то прозрачное похоже на канифоле я вот в китайском не селён но похоже на канифоле ладно канифоле у меня еще завались с канифоле у нас проблем нет так это что такое не вижу отсюда какая-то веревка по-английски нам еще не пишет непонятно какая-то штука ребятка перёвка не знаю для чего она это насадки для паяльного фена сколько тут раз два три или пять штук и жала до паяльника запасные как я понимаю они разной формы для разных целей ну хорошо проверим насколько эти жалы стойки насколько они не отгорают заценим так смотрим далее а но это такая губочка для против паяльника это не хотят дырка зачем так далее рассматриваем а вот здесь собственно паяльничек кроется отлично прекрасно сам паяльник у нас вот так и он отсоединяется от паяльной станции что достаточно удобно вот он как вы его лидит ну можно сказать что весьма лига к так бедный рекорд лет сваливаю рядом с ним все барахло там нибудь в записи все это дает буду на диван складывать рядом так будет получше вам наверно так пинцетики всяко разная просто красотища анодированный алюминий или что-то такое в общем черное что то есть черное то скорее всего анодированный вряд ли покрашены ну выглядит качественно уж для китая уж точно качестве так кисточка еще одна маленькая наверное просто синтетика какая-то вряд ли это конь или белка какая-нибудь не знаю для чего тоже сложим в сторону продолжим изъятие а вот пинцетик смотрите а вот на нем что-то нету такой заглушки как вот на этих вот смотрите вот такой вот на пластикой что-то не доложили китайцы ну ладно ладно пусть будет так смотрим далее это какие-то не пойму что-то проводки какие-то здесь что-то такое что-то белое ребят непонятно то ли нагревательный элемент какой-то тоже отдельно а кстати слушайте а может нагревательный элемент паяльника запасной может быть может надеюсь они не горят как мухи если положили его запасной у меня за всю жизнь ни разу ни одного паяльника не сгорело даже самого дубового до сих пор все лежат и трудятся спокойно если нужно это лопатка в общем всякие вот такие дополнительные полезные девайсы как я понимаю там вот под пенопластом уже скрывается сама станция сам агрегат вот это фен сейчас поскольку от единственный минус что фен напрямую подключен к станции его нельзя от него отсоедините минус я считаю поэтому покажу чуть позже вот смотрите а вот там вот хозяйство хозяйство много да все расходники как и обещано дополнительные все вложены внутрь все на месте ребят сушится просто просто шикарная посылка я считаю это просто классно самом деле вот для меня просто находка смотри припой лежит сразу причем я недавно смотрел заказать припой вот обычный припой из китая вот такой вот да но он как бы че олово и олово понятно там ничего ну олова со свинцом точнее там никаких звезд с небес не хватает никакой там не посеребренный припой или еще чего любят самые лютые самодельщики использовать вот он стоит дешевле дешевле представляете чем вот вот обычный российский припой если купить его в рознице из китая с доставкой со всеми делами припой стоит дешевле чем российский просто я считаю фирменное безобразие форме так прикольчик вилка смотрите как китайская с этими прямоугольными какими-то разъемами но тут переходник переходничок вложен поэтому я справлюсь с подключением так давайте смотреть далее какая-то изолента это блестящее что это такое медная лента что ли какая-то или что еще какой-то скотч а нет это не скотч это изолента обычная такая ну так у нас и не знаете такая вот что еще тут коробочка хит провода нарисовано а это небось тоже запасной нагревательный элемент только для фенов уже так предполагаю чудесно шикарно а вот это что у нас это какой-то смотрите с кнопкой какой-то шприц ну тут какая-то инструкция написана ладно надо еще разбираться для чего это все нужно ребят я сколько лет уже работаю даже не представляю какие некоторые элементы из этого ничего нужны все классно можно узнать так какие-то катушки с проводом тоненьким которым катушки тоже наматываются как раз индуктивности всякие не знаю зачем в поедной станции лежит тем не менее может быть это имеется ввиду того чтобы какие-нибудь дорожки на smd-платах ремонтировать там если разрыв какой-то еще чего-то так смотрим что еще у нас тут доложили но это опять элемент детка конструкции держателя фена или меня держателем еще на тогда переходник тоже уберу вот такого длинный у нас анбоксинг сегодня дорогие друзья но тут и посылка-то вот огромен а это подставка для паяльник как раз вот с этой сгубочкой для очистки паяльник который я говорил как раз если у вас жало обгорает если жало вас обгорает паяльник то вы просто потыкали сюда очистили продолжили паять без проблем отлично так это фен сам паяли но полюбует сегодня как выбрать это вот бандурина здорово должно быть сюда насадки одеваются получается нужного размера сопло не побоюсь этого слова 1 берем упаковочку сейчас попробуем достать агрегат отсюда он конечно в объятиях пенопласта ой завернут щепонечно так сейчас я в сторону пока отложу потом перед вами вам точнее его представлю во всей красе сейчас осмотрим а вот здесь смотрите щеточка и кстати да это реально вот ей точно удобно смывать флюс сплат печатных нормально самого флюса нет кстати флюс вот не доложили вот чё припой есть а флюс вроде на картинке был здесь я учет наблюдал ли за место флюса решили сэкономить положить канифоль не знаю так что там больше точно ничего не под второго дна какого-нибудь нет нет дальше он как вы видите пусто мы вскрыли все полностью ну что все прекрасно давайте уберем в сторону упаковку полюбуемся опять на мою живописную табуретку и взглянем ближе на саму паяльную станцию кстати тяжеленькая по весу такая увесистая я ожидал что будет что-нибудь легкое но у китайцев я привык что они на всем экономят всегда на комплектующих так на скотчик держится вот здесь все это дело я отрежу скотчик скотчик мы отрежем так резали и давайте достанем наш девайс пошуршим пленочкой зачем она нужна так ну что начнем ну вот видите грохот сна полфина благополучно я переживал что чем-то мне грохнется ладно держу его в руках аккуратненько или на стол положу сюда так сзади у нас разъем включения выключения предохранитель очевидно или еще что да фьюз предохранитель ну и красивая надпись made in china переменный ток 220 вольт только 6 ампер кстати серьезная мощность такая достаточно большая здесь наклейка на китайском какой-то винт недокрученный посмотрите на это вот здесь винт недокрученный какой то и здесь еще один недокрученный что это такое в общем китайская сборка конечно жжет но в остальном вроде выглядит нормально соответственно у нас здесь включение выключение этого горячего воздуха паяльника выключим все значит здесь регулировка автоматическая ручная не знаю уже чего регулировку но по идее у нас это регулировка воздушного потока это регулировка температуры соответственно гиппаяльника либо этого горячего воздуха ну как температура минус 100 градусов это как интересно и плюс 480 ну мне кажется нету наверняка температура 480 хотя вот здесь она по идее должна отображаться ну вот вот такой вот ребят девайс сейчас я его попробую подключить затестить вам покажу как это все выглядит уже сейчас надо будет перемещаться с табуретки на стол как красиво все разложить чтобы вам тоже показать ну поехали ну что ж я очистил свободное пространство на столе настолько насколько я смог это сделать давайте тогда приступим сначала к сбору а потом и затестим этот наш замечательный девайс сразу скажу с какой я трудностью столкнулся основная трудность в том что переходничок с этой дурацкой китайской вилки на ну на обычную он как бы так помягче сказать несколько не формат так мягко говоря не формат сейчас я вам покажу что я имею в виду я вот с горем пополам смог найти как же его воткнуть и помог мне в этом очень старый олдовый советский тройник из нами 70-х годов сейчас я вам покажу вот такой вот тройник чок нет он плохо видно сейчас здесь так получше да такой тройничок вот такой вот замечательные расцветки раскраски идти под мрамор и теперь вот наш провод вот он я его вытянул вот этот дурацкий переходник видите он у меня в руках сейчас вот вилка вот с такими вот тремя плоскими контактами которые естественно у вас никуда не войдут ну тут я не знаю тут подписанную по идее это земля это центральная где тут фаза где чем вот это вроде фаза вот это это ноль ну так вот вот этот переходник вы видите какой странной формы да видите это не просто так у вас просто никуда это не влезет то есть конечно вот вилку вы в него вставить сможете эту китайскую так вот кверх ногами причем так вот странно выглядит да а чтоб все эти воткнуть чтобы воткнуть все эти все это дело видите вот здесь вот минимальные бордюры просто вокруг розетки поэтому я это смогу сделать вот так вот ну это она там ну держится так весьма ну на соплях в общем держится и конечно для такой мощности это как и наша паяльная станция конечно не делала надо что-то будет придумать или найти какой-то другой переходник что ли купить на общем когда будете заказать из китая имейте ввиду что вот эти переходники они абсолютно не формат а в европейскую розетку вы его естественно вставить вообще не сможете пришел на вас туда элементарно не влезет так что будьте внимательны ну что что я надеюсь что этого нам хотя бы для проверки хватит теперь давайте соберем следующую замечательную конструкцию это держатель для вот этого паяльного фена состоит он из вот этой трубки металлической вот этого зажима такого он с винтами по краям не знаю зачем их по два тут сделано для кущей уверенности мне кажется что если это имеется ввиду что как бы держится вот так куда что фен опускается вот сюда вот и зафиксируется этим винтами поскольку корпус у нас пластик выходит с какими-то полозьями то все таки вы его изрядно попортите если будет очень сильно затягивать особенно вот отверткой вот эти вот нижние понятно зачем они сделаны вот тем не менее ладно так давайте все винты расслабим так чтобы у нас все проходило и начнем прикручивать значит здесь у нас смотрите такое сплошное вот здесь вот прорезана дырка с отверстием с резьбой сюда как я понимаю ну как я смог понять более-менее из картинки сюда вот прикручивается вот этот маленькая металлическая штучка вот на вот этот на самый большой из комплекта бинт ведь самый большой сейчас мы его сюда и закрутим вроде готова ну то есть идея в том что у нас вот сейчас смотрите станцию подъемли подъемка с той стороны к которым мы будем прикручивать идея в том что мы сейчас двумя винтами вот здесь зафиксируем так эту штуку а здесь сверху еще такая вот полукруглая железячка тоже вот одевается и на нее тоже привинчивается для пущей жесткости этот наш держаться в комплекте вот еще какое-то кольцо непонятного происхождения непонятно для чего она нужна с резьбой внутри а нет в ру без резьбы внутри просто так заширить шлифована что непонятно то есть либо то ли нет но зато вот с маленькой видите дырочки для фиксации с резьбой я не знаю зачем она по идее вот проходит вот сюда я не знаю то есть может быть эта идея в том что нужно его одеть закрутить и чтобы типа у нас вот это вот это вот держать то у нас чтобы он не падал не проходила вниз вот так вот да ну возможно возможно что это именно так имеется в виду но на картинке по крайней мере я этого кольца не увидел нигде ну давайте попробуем вот его тоже прикрутить так как я сказал правда вот для него винта в комплекте нету никакого поэтому мне сейчас его самому придется найти где-то из своих запасов остальные а нет или вот или есть ли я наврал смотрите вот здесь значит нас 44 на эти отверстия 5 возможно вот на это ну-ка давайте-ка я проверю давайте попробуем проверить мою догадку может быть я зря поругал да да подходит значит он отсюда пятый винт из комплекта вот сюда у нас подходит все правильно зря начали езжать и кстати еще сразу оговорюсь я просто прежде чем собирать я посмотрел еще раз картинку этого товара на сайте в интернете и плюс там действительно не было ребят я плюс себе заказывал отдельно ищу поэтому тоже жду посылочку вот на днях из китая в комплекте с этой паяльной станции флюса не было я вам наврал я проверил все что вот вы видели все это есть на картинке то есть продавец положил все что обещал все как надо без претензий я чет просто видимо ожидал большего так что все в порядке с комплектацией дайте прикручивать дальше а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok